Доброе время суток, друзья! В этом видео речь пойдет о том, как находить и устранять утечки на карте, именуемые как лик. Профилактика – лучшее лекарство от болезни. Этот же принцип действует и с ликами. Чтобы минимизировать их возникновение, давайте разберемся, когда и почему они возникают. Первое. Часто это может происходить, когда карта не герметична, то есть имеет щели в никуда. В лучшем случае это очень ударит по оптимизации и вызовет разного рода баги. Если это тестовая версия карты, просто создайте огромную коробку, покрытую материалом Skybox, и примените к ней операцию Make Hollow, чтобы создать полости внутри куба. Но и внутри этого куба размещайте свои уровни. Либо используйте функцию Carden State, которая автоматически создаст небо за указанным периметром. И пожалуйста, никогда не размещайте энтити за пределами карты. Это тоже не последний фактор возникновения утечек. Второе. Аэропорталы и хенты. Если они не соприкасаются со стенами карты, а вы скорее всего получите лик, будьте внимательны. Третье. Очень частая ошибка начинающих мапперов. Это превращать браши под ногами в detail или displacement, под которым ничего нет. Как следствие, мы видим в лучшем случае подобное. Если под вашими ногами displacement, то под ним должен быть обычный браш, покрытый нодро или skybox текстурой. Четвертое. Хелперы или гизма. Данная якорная точка может выходить за пределы своей энтити или карты вообще, вследствие чего может возникать утечка. Но хватит о причинах, поговорим о последствиях, а точнее о том, как их устранить. Как определить, что на вашей карте случилась утечка. А сделать это очень просто двумя способами. Первый. Это посмотреть лог-компиляции. Чтобы не тратить свое время, советую использовать онлайн-сервисы или программу view-log-tool, в которой все ошибки будут отображены желтым и красным цветами. Второй способ поиска таков. Жмете map, load point file. И если на вашей карте лик, то загрузится некий файл. После чего на карте можно будет найти вот такую красную линию, которая обычно проходит сквозь проблемный объект. Будь то brush или эти. Удаление от таковых чаще всего исправляет утечку. Но все же способ с логом надежней. Тем более там всегда указан номер браша или координаты. Как же найти и то и другое? Если нужно указать координаты, то жмем view, go to coordinates, где вставляем проблемные координаты. Но они не всегда могут быть корректными. И вот тут хорошо, если мы знаем номер больного браша. Его можно найти там же, чуть ниже. К сожалению, не всегда место утечки очевидно. Иногда она может указывать не на сам объект утечки, а на ближайшую энтити к нему. Как например в случае с дисплейсментом, где лог ругается на энтити игрока, а не на рельеф. Так что ушки на макушке, глазки на затылке. На этом пока что все. Удачи, томодачи! Продолжение следует...